Привет, друзья! Меня зовут Марина Жигульская, и мы с вами находимся на канале Школы Здоровья и Ресурс, где мы будем с вами учиться избавляться от состояний, патологий, диагнозов при помощи нутрициологии, корректируя образ жизни и питания. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить про продукты, которые недорогие и очень доступные, и я их рекомендую практически всем своим клиентам. Овощи – это разнообразие, во-первых, цветов, а во-вторых, вкусов, которые можно запекать, готовить, тушить, ферментировать или есть свежими. Обязательно включайте в свой рацион все виды капусты – редька, морковь, свекла и, конечно же, огромное количество зелени разнообразят любое ваше блюдо. Я стараюсь добавить в свой рацион минимум 5 цветов разных овощей и зелени. По сути, эти овощи доступны в любое время года и стоят они гораздо дешевле, чем огурцы и помидоры, которые я предлагаю оставить на сезон. Следующая моя рекомендация – это, конечно же, ягоды. Ну, ягоды – это очень дорого, но есть один лайфхак. Покупаете замороженные ягоды, витамин С, например, теряется при воздействии воздуха и света. Замороженные же ягоды срывают и тут же подвергают шоковой заморозке, и витамин С сохраняется в них гораздо лучше. Конечно же, первенство я оставляю за голубикой. Голубику надо уметь приготовить для того, чтобы она отдала максимум ништячков, которые она имеет. А ништячки – это флавоноиды, которыми голубика богаче всех других ягод. Для этого ее надо залить кипятком и тут же его слить. Ягода не успеет даже нагреться, но вы получите максимальную пользу. Флавоноиды, которые содержатся в ягоде, обладают массой достоинств. Это и противовоспалительные, это и для глаз, и для суставов, и для нашей гормональной системы. Поэтому из ягод мы получаем кладезь микроэлементов, которые очень нужны для сохранения нашего здоровья. Я очень люблю в салат добавлять бруснику или клюкву. Яблоки – это, в принципе, ценный продукт из-за того, что в них содержится большое количество клетчатки. Но также, если яблоки запекать, они богаты пектином, который очень нужен нам для здоровья нашего кишечника. А ведь именно из кишечника начинается здоровье всего организма в целом. По сути, в запеченные яблоки вы можете добавить все, что угодно – ягодки, орешки, кроме сахара и меда. Когда мы используем какой-то продукт, надо учитывать место его выращивания. То есть тайцу, например, будет полезна манго. А человеку, который родился в Сибири, безусловно, яблоки и ягоды. Яйца – это источник, во-первых, белка, а это незаменимые аминокислоты. И, конечно же, желток, потому что это полезные жиры, в частности, лицетин, которые очень нужны для нашего здоровья, ну и гормональной системы в том числе. Какой ужас, нутрициолог говорит про желток, жиры. Но на самом деле жиры не хорошие и не плохие, пока они лежат на вашем столе. Плохими или хорошими они становятся в вашем организме. Поэтому яйца смело включаем в свой рацион, преимущественно на завтрак, и от них будет точно сильно больше пользы, чем, например, от каши. Потому что, когда в нашем рационе преобладают углеводы, то есть каша, вот тогда показатели холестерина начинают стремиться вверх. Не жиры виноваты в высоком холестерине. Пятая категория продуктов – это, конечно же, суп-продукты. Звучит это, возможно, не так аппетитно, но это очень полезно, и это дешевле, чем мясо. Если вы не любите суп-продукты, скорее всего, вы не умеете их готовить. И поэтому я предлагаю вам сходить на этой неделе прямо, погуглить рецепты и попробовать приготовить для себя что-то, например, из печени – паштет. Добавив туда лука и обязательно сливочного масла. Это невероятно вкусно, но помимо этого, это содержит гемовое железо, которое биодоступно для нашего организма и максимально легко усваивается. Таким образом, суп-продукты обязательно включайте в рацион, особенно те, у кого есть подтвержденная анемия или железодефицит, что сейчас очень распространенное состояние. Чтобы вам было проще начать движение к своему здоровью и разобраться со своими проблемами, переходите по ссылке в описании и забирайте подарок. Это мой полезный бот, который поделится с вами чек-листом и бесплатными видеоуроками. Есть ли вообще кто-то, кто не знает про пользу гречки? Здесь можно долго и нудно перечислять, что содержится в этой потрясающей крупе. Дело все в том, что гречка – это тот продукт, который не относится к зерновым, и, следовательно, мы можем воспользоваться ей, когда, например, страдаем бессонницей. Недостаток энергии для того, чтобы уснуть. И вот как раз гречка со сливочным маслом буквально пара ложек на ночь поможет вам восполнить эту энергию и спокойно уснуть глубоким сном. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, знали ли вы такой лайфхак про гречку и про ее полезные свойства. Любители обезжиренных продуктов, возможно, будут в шоке, но дело все в том, что сливочное масло надо покупать именно 82,5%, потому что то, что 72,5%, это уже относится к разряду трансжиров больше. Сливочное масло – это источник насыщенных жиров. Без насыщенных жиров никогда не построятся гормоны, и, возможно, вы будете иметь проблемы с гормональным здоровьем, которые не вылечить никакими препаратами. Горький шоколад – это источник минералов. В частности, в нем много магния, а также жирных кислот. Если мы хотим красивую упругую кожу, нам нужны жиры. Именно на жиры реагирует наша желчь, а желчь является сонатором кишечника. Хотите крепкий иммунитет – вам тоже нужны жиры. В общем, горький шоколад обязательно добавляем в свою продуктовую корзину, но тут важно правильно выбрать. Смотрим, чтобы в составе на первом месте была какао-масса или какао-тертая. По сути, это одно и то же. Дальше – какао-масло, сахар и лицетин. Процент какао должен быть не меньше 80, а лучше даже 85. Сахара в продукте будет всего 15%, это оптимально. Молочный же шоколад стоит полностью убрать из рациона. И следующий продукт – это квашеная капуста. Ферментированные продукты невероятно полезны для нашего организма, и квасить можно, конечно же, не только капусту. Именно из-за того, что она содержит ферментированные продукты, питает и насыщает наш полезный микробиом. А полезный микробиом отвечает абсолютно за все в нашем организме, вплоть до настроения. И, конечно же, это и лишний вес, и сердечно-сосудистые заболевания, и та же наша гормональная система. И даже когнитивные способности – это наша память, внимание и концентрация. А вот по поводу того, сколько есть капусты в день, вам расскажет ваш организм. Потому что есть люди, которые не переносят квашеную капусту, и это уже сигнал вашего организма о том, что у вас не все в порядке с микробиомом, и есть избыточное разрастание патогенных бактерий. И не забывайте, пожалуйста, что квашеную капусту можно добавлять в готовые блюда и даже делать из нее салаты. Продукт, который незаслуженно ушел из нашего рациона – это холодец. Ну, во-первых, это опять же пища для нашего микробиома. А во-вторых, девочки, внимание, это самый биодоступный коллаген. Коллаген – это не только красота нашей кожи, волос, ногтей. Коллаген – это наши суставы, связки, соединительная ткань. Пишите в комментариях, какие из перечисленных продуктов уже есть в вашем рационе, и делитесь вариантами рецептов. Мне будет очень интересно почитать. Здоровое питание – это не экзотика и не рестораны Мишлен. Это то, что окружает нас ежедневно. Это то, что мы предпочитаем игнорировать и не замечать. Чтобы я знала, что это видео было полезным для вас, обязательно поставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы вместе с нами уверенно идти к своей здоровой жизни. С вами была я, Марина Жигульская, а вы были на моем канале «Школа здоровья и ресурс», где мы занимаемся вашим отменным здоровьем.